Девушки отдыхают Сейчас это какая-то внутренняя закулисная задумка Тем не менее мы увидим именно этот поединок И это действительно классно Потому что если посмотреть на данное противостояние Ней Диас находится не на лучшей стадии своей карьеры Тони Фергюсон также находится не в лучших кондициях сейчас Хотя, как мне кажется, кондиции его еще достаточно высоки Мы это отмечали в разборе поединка с Джиглянгом Тем не менее, вот посмотреть на Тони с точки зрения его умений Отличный универсал, хорошая ударная техника, отличная кардио И как бы, да, действительно у парня были определенные проблемы Но сейчас отличная возможность для того, чтобы закрыть свои поражения Ней Диас, который выходит сейчас на этот поединок Ну, объективно, глядя на него, на его форму Как он готовился к этому бою Не лучшим образом он выглядел Да, он может выглядеть гораздо лучше Но, тем не менее, мы знаем то, что даже такой Нейд крайне опасен Вспомнить даже тот же поединок с Конором первый Где он просто буквально соскочил после отдыха на яхте Не знаю, что он там делал, насколько он активно там отдыхал Но был достаточно заплывший И, как мы все прекрасно знаем, шокировал мир Сейчас у него в соперниках не Конор Но это действительно крайне интересный бой Давай разберемся, какие шансы у Нейта сделать тот Ем Не знаю, если не победу, но хотя бы показать конкурентное противостояние Да, в принципе, шансы есть у него, безусловно И на победу в том числе, конечно же На самом деле, очень-очень такой, как мне кажется, прям интригующий бой Возможно, ну и даже невозможно В моем понимании, это реально, Андрюх, намного более интересный мейн-эвент, чем был до этого Прям вот вызывает, вызывает он некоторые эмоции Ветеранного рука интереснее, чем весь матч, понятное дело Действительно, это так Ну, собственно, совсем недавно, да, мы с тобой разговаривали про Тони Фергюсон Да, он здесь меняет весовую категорию, да, поднимается Мы знаем, что перешел он в новый лагерь Он там постоянно тренируется, буквально там живет, да Очень он хорошо готов И мы видим, опять же, по нему, по его внешности Что вот у него очень-очень тоже хорошее настроение Да, видно, что не изможден он с гонкой, да, полный порядок в этом аспекте Такой, знаешь, ну, в принципе, на взвешивании мне он прям показался Прям в хорошей физической форме И довольно-таки здоровый он сам по себе Ну, с Диазом, естественно, сравниваю Вот, и уже, конечно, все успели пошутить, да, что форма у Диаза такая чисто Бахнув немножечко пельменей, запив пивом, да, вышел, взвешивался Ну, нормально, нормально, пойдет, так сказать Но, как ты верно заметил, это далеко не гарант того, что он плохо выступит, да И это далеко не гарант того, что опасности от него никакой нет Действительно, он такой боец, очень непростой И, на самом деле, не так и много у него, в принципе, есть, да, про что мы говорили Но если начать играть в его игру, то, может быть, очень плохо Потому что он вот этими своими двоечками разбить просто может очень многих соперников Но в любом случае, из последних выступлений я бы все-таки сделал такой вывод, что у Тони Фергюсона шансов побольше По той простой причине, что, ну, вот, в крайнем поединке, да, мы видели, что у него был запал Мы видели, что он активно работал, что он качественно работал в стойке Что он разбивал, да, своего соперника Вот, поэтому я полагаю, что все-таки у Тони Фергюсона еще есть желание, еще есть возможности, да А если вспомним мы два крайних противостояния Нейта Диас, да, с Масвидалем, с Эдвардсом Я хочу заметить, что работал Нейт Диас в этих боях очень и очень мало И в основном он все-таки просто ходил Он ходил, он пропускал много ударов И, вот знаешь, просто изредка эпизодически он немножечко включался, да Но в целом было такое ощущение, что, ну, ну, просто вышел Ну, вот, просто вышел и все, да В любом случае, это, опять же, это не значит, что все, давайте списываем его, да, забираем Тони Да, даже если он ни хрена не работает, ничего не делает, да Он пропускает очень много лоу-киков, он пропускает, конечно Но все равно в какой-то момент, да, он может что-то как-то у него там переклинит Он может собраться и, собственно, стать максимально опасным Но в любом случае, я, как я считаю, да, кэфы как раз-таки это и отражают То есть Фергюсон идет фаворитом И в моем понимании он все еще более актуальный боец Да, 1.76 сейчас на Пинокле, да, на него 2.15 Диас Вот, и плюс, опять же, мы видим, да, что Фергюсон, в принципе, заряжен Что он в хорошем настроении, что он в хорошей форме Нэй Диас, мы прекрасно знаем, что очень вероятно, да, что это его последний бой в UFC будет Про что, собственно, уже тоже не раз многие говорили Что, скорее всего, тоже не сильно добавит мотивации к тому, чтобы он много работал Да, но все равно, вот, некоторая опасность есть, вот она в кэфах отражена Но, в целом, мне кажется, за счет активности, за счет большего разнообразия своей техники То Тони Фергюсон здесь все-таки фаворитом должен быть И, опять же, 2 супер, таких зрелищных бойца, 2 ветерана Они мне, безусловно, оба нравятся Но на данном этапе карьеры я все-таки хотел бы за Тони Фергюсона поболеть Мне кажется, очень хороший матч для того, чтобы вернуться, камбэкнуться на победную тропу Для того, чтобы хорошо дебютировать в этом весе И, хоть и Диас может ударить, да, но все-таки не такой опасный матч, как с Джин Лианом Ли Ну, прямо скажем Так что я бы хотел здесь все-таки поболеть за Тони Фергюсон и с букмекерами Я соглашаюсь, да, ну, мое мнение такое Да, сложно сказать вот по поводу Тони Фергюсона что-то Потому что многие сейчас люди шутят, что все, как бы, ну, ты закончился, пора тебе уже подумать о пенсии Там банки с огурцами потихоньку закручивать в погребе Но, тем не менее, Тони это, ну, Тель Ку Ку, это Бабай Ну, человек, у которого реально Бабай в голове живет в хорошем смысле И этот человек, я уверен, до сих пор считает, что он лучший, что он может стать чемпионом И вот это его приподнятое настроение, несмотря на то, что у него херова гора поражений там И это его абсолютно не волнует, он себя по-прежнему считает лучшим И это действительно может подарить нам очень классный поединок Да, друзья, если смотреть на его форму, там, буквально еще лет 5, ну, 4, 4 года назад Это, конечно, абсолютно другие мысли были насчет этого парня Сейчас все его уже списали Но мне кажется, то, что Нейт, который просто элементарно не хочет драться в этой организации Может, конечно, всех удивить, но не должен быть здесь фаворитом Поэтому с раскладом того, что Тони является здесь более предпочтительным бойцом Я абсолютно согласен, буду желать ему удачи И надеюсь, то, что он нас порадует, наконец-то, успешным выступлением